2 февраля, медет и медет снег, не прекращается, просто красота, а снег не знал и плавал, земля была прекрасна, прекрасна и нежна, снег кружится, лета, класс, а я поставила горох вариться, поэтому не могу идти гулять пока, лишь его не оставлю, хотя может быть на маленьком огне и можно, пойдемте посмотрим, видите, я вам говорила, велика вам городовое сопло прислала, не только, еще вот это все, так что, так что, мой любимый мир, не без добрых людей, спасибо большое, большое, большое спасибо, и тут покажу вам горох, что-то будет у них, какой-то воздуходух, наверное, не знаю, вот, у меня там машинка стирает, вот поставила, тут все уже позавешивали, как всегда, подруга с ночной спит, поэтому не могу в комнате громко разговаривать, вы мне пишите, Ириш, покромче, ничего не слышим, что ты говоришь, но я стараюсь, как можно громче, вот, приготовлю горох, может его на маленьком огне можно оставить, и пусть он варится себе, а мы пойдем гулять с вами, что скажете, потому что мы с вами давно не гуляли при снеге, надо пройтись, сейчас он закипит, я поставлю его на маленький огонь, и пусть он себе варится хоть час, прекрасно сейчас, закипит, он как только закипит, но он уже закипел, нет, еще не закипел, сейчас закипит сразу же, поставлю на маленький огонь, и пойдем гулять, я пока досмотрю, кто на весь, прилетел Ляшкин ребенок, с белой головой, сейчас покажу, видите, с белыми крыльями, если жопа все еще идет, красота, а это кто не знает, это кто, кто ты, кто ты, кто ты, кто же с белыми крыльями, наверное, тоже не люблю, не знаю, итак, у нас с вами сегодня второй какой-то праздник, пойдемте посмотрим, пойдемте, тут целый подоконник гостей, понятно, чего они тут тусят, ну-ка, итак, 2 февраля, день воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 1943 год, мои любимые, Луна в лесах, именинники Ефим, Инна и Рима, 2 женщины, какой коричневый, прикольный, ладно, пойдемте, я поела, можно идти гулять, привет-привет, ладно, сейчас буду в коридоре с вами здороваться по традиции, вот он коричневый, вперед я их постирала, все повешала и наварила горох, не знаю, видно, не видно, не важно, пойдемте, я не могу уже, я столько пересмотрела всякой инфы, что у меня просто взрывается башка от всех каких-то интересных вещей и не очень, просто хочется это все, знаете, в каком-то релаксе переварить. Давайте по традиции поздороваюсь с вами. Привет, мои любимые, привет, мои хорошие, времени сколько, вот правда не скажу, может быть два часа дня, может быть что-то около этого, вот даже примерно не знаю, так что мои родные счастливые, времени, как говорится, не замечают, смотрите, в каких-то ботинках, в каких штамах, прям чуть ли не солдатские, праздник же, пойдемте прогуляемся, посмотрим, что там у нас за погода, по-моему не холодно, потому что вот заходят, видите, грязный такой холл, это значит нулевая температура, красота, привет, Петербург, привет, в какую сторону пар идет изо рта, но это ничего не значит, может и при милевой температуре идти, в какую сторону идем, мы уже пошли в левую, мне так нравятся эти абажуры, смотрите какие они, прекрасные, не знаю, что-то от них такое веет, может ассоциативно, воспоминания какие-то, я когда жила возле возле Смольного, помните, мы недавно совсем, может 10 видео назад, может 15, не знаю, ходили с вами к Смольному, вот я там жила и один раз вышла на улицу, а там стоял точно такой абажур, это я не помню какой год был, может быть 2010-й, я только он был сиренево-фиолетового такого цвета, ну моего любимого цвета и я его взяла и притащила домой, ну его выкинули, в общем, вот, и мне почему-то так стало сразу же дома по-другому, как будто я чью-то энергетику притащила к себе в дом, я после того момента никогда ничего домой не тащу, ни с улицы, ни с мусорника, ни что кто-то дает, ни вообще, пойдемте тут, мы тут с вами не гуляли, вернее гуляли летом, в общем, в общем, в общем, и как-то у меня пошли эти чувствования, даже не мысли, а вот чувствования, что все вещи хранят своих хозяев, что ли, или я не знаю, как это все описать, но они как будто несут энергетику тех людей, с которыми они жили, были, не знаю, вот, и когда ты берешь это, даже любое, что бы ты ни брал у человека, ты принимаешь как его энергию, что ли, понимаете, вот раньше были какие-то там ведуньи, ну, там, люди, которые ведали в каких-то вещах, они говорили своим людям, которые к ним там приходят, что там, если вы болеете, то что-нибудь просто отдайте людям, и какая-то жесткость или что-то там уйдет из вашей жизни, и человек перестанет болеть, если вы с какой-то любовью отдадите ему что-то, вот знаете, как там, или покормите там животных, или птиц, или в приют сходите, или еще что-то, это, наверное, из каком веков такое, вот, вы как будто отдаёте свою любовь, а чем больше отдаёшь любви, тем больше, тем больше она, смотрите, как там красиво, тем больше она к вам возвращается, не знаю, что это такое, вот здесь что-то совсем другое, какой-то салон, да, здесь салон, а там без опознавательных знаков, но мне очень хочется прочитать, что это, какая там у картины красивая рамка, просто сказочная, смотрит на меня, недвижимость, арт-галерея, багетная мастерская, студия рисования, ну вот, что тут, теперь мы с вами знаем, вот, мои хорошие, и никогда не бойтесь отдавать добро, чем больше вы отдаёте, тем больше вам всегда возвращается, и не слушайте тех, что говорят, кто говорит вам, что это вам лапши вешает, никакую не лапшу, я даже на себе всегда проверяла, я помню, мы с мамой ходили в кино, был фильм такой, там играл Луи Де Финес, мамин любимый актёр, фильм назывался «Скупой», я помню, как он бежит там по пустыне с сундуком, там, не знаю, золотых монет и всевозможных драгоценностей, а за ним бежит монашка, собирает там для приюта, для бедных деток, собирает денежки, и она бежит с такой чашечкой и просит у него денежки, смотрите, какая там сусулька, огромная, теперь у нее нет, это сусулька, я ее отбила, товарищеский банк, ух ты, я не знала, что такое есть, ну, что это, мы готовим вкусный кофе каждый день, я, кстати, сегодня слушала про кофе, и там какие-то американские, и не только американские доказали, что кофе оказывается не вреден, а полезен, если когда-то там говорили, что от него и всевозможные болезни, не знаю чего, то есть часто казались, что это полная фигня, а что он кофеманы, они, в общем, даже выглядят моложе, потому что в кофе коллаген, еще что-то, еще что-то, ну, короче, я слушала и думаю вообще, что люди примерно делятся чуть ли не на 50%, ну, в этом видео говорят, на тех, кто пьет кофе, и на тех, кто органически его не переваривает и не принимает, вот, и что они там такое уже втирали, что кто пьет кофе, ну, там наблюдали, короче, ученые, что те, в общем, долгожители, понимаете, короче, жесткачек, а, и кто пьет кофе, тех гораздо меньше заболевших там всякими всевозможными очень нехорошими болезнями, вот, ну, в общем, я слышала, не знаю, только инфы, что реально не знаешь, кому веришь, и вообще, что творится в этом божественном, прекрасном мире, иногда кажется, что слово ауди, иногда кажется, что все с ног на голову, а иногда кажется, что все гармонично и божественно, и прекрасно, наверное, зависит от того, как у тебя в голове, так, не знаю, что это, может, какой-нибудь какой-нибудь завод, там окон нет, тут окон тоже нет, в общем, не в курсе, тут тоже непонятно чего, может, ремонтирует, ну, в общем-то, фантик один, дом отремонтировали, он, в принципе, такой чистенький, ухоженный, красивый теперь дом, а там внутри, когда начинаешь выглядываться, непонятно, что происходит, что происходит на сети, а просто фигуни, просто фигуни окладываете, полагану, вот это мы с вами пришли на угол, улицу родищева и кирочная, это у нас кирочная, да, видите, вот так вот, тут сколько тоже людей, я так отвыкла от людей, прям как будто где-то сидела в каком-то тамбуре, где-то там называется, фигуни. Человек спит, и что он там делает, укладывается, скользко, машинки в снегу. Видите, как много нападало снега, сердечки нарисуем, сейчас рисуем, а там кто-нибудь внутри в машинке. Ждите, ждите, вот смотрите, нарисовали. Мы нежность, мы нежность, мы добрая нежность друг друга. Мы за тебя. Куда мы идем? Вы же все знаете. Вы тут все улицы уже знаете, со мной. Там тоже сколько снега. Да, правильно, мы с вами идем в Таврик. Я слушала тут. Одна девушка добавилась мне в трутях ВКонтакте. И у нее аудиозаписи на стене про все скверы и парки Санкт-Петербурга. И там я вот начала слушать про Таврический, про что здесь было. Вот именно вот здесь, что было до революции, во время революции, еще когда-то, еще когда-то. И слушала про Таврический. Сад. И решила сходить в него, потому что я очень давно была в Таврике. Когда мы с вами были? Когда осень. Еще помните, опадали листочки, по-моему. Смотрите, какое учрявое, красивое дерево. Просто обалдеть. А их тут, когда мы с вами были, помните, они еще зелененькие были. Их тут все спиливали. Тут очень много было вот таких учрявых, красивых деревьев. Их всех поспилили. Вот это вот дерево, например, я не могу обнять. Потому что оно очень большое. Даже мои длинные руки не достанут, правда. Смотрите, какое оно красивое. Прям открыточка, правда? Очень красиво, обалденно. И то, тоже, смотрите, оно все в смешку. Такая красотища, боже. Боже, боже. Лида, Лида. Потемкинская улица. Вот так, вдоль Таврического сада. И вот то все, Таврический сад. Там даже свое озеро есть. Помните, мы с вами там чайчик кормили. И голубей. И уточек. Кого только мы с вами там не кормили. Как тут классно. Никто не уступал еще вообще. А я наступлю. Смотрите. Все в снегу. Красота. Обожаю деревья. Посмотрите, какие они прекрасные. Хочется им рассказать о них. Сегодня праздник. С праздником! С праздником! Спасибо. Спасибо. Чего? Праздник? Так, освобождение от фашистских захватчиков. В 43-м году. Да, 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 да. Да. Красиво вообще. Им долго жить, зеленым великанам. Когда пройдет блокадная пора, На их стволах осколочные раны. Ну не найти рубцов от топора. И тут не скажешь, сохранились чудом. Здесь чудо или случай ни при чем. Деревья, поклонитесь низко людям. И сохраните память их потом. Они зимой сжигали все, что было. Шкафы, двери, стулья и столы. Но их рука деревьев не рубила. Сады не знали голоса клуи. Они зимой, чтоб как-нибудь согреться, Хоть на мгновение, Книги, письма жгли. Но нет садов и парков по соседству, Которых бы они не берегли. Не счесть погибших зимние сражения. Никто не знает будущих утрат. Деревья остаются под утверждением, Что как Россия, где чем Ленинград. Им над Невой шуметь и красоваться, Шагая к людям будущих годов. Деревья, поклонитесь ленинградцам, Закопаны в гробах и без гробов. Не знаю, мне так нравится этот стих. Я его прочитала, когда мне было, Наверное, лет 14 или 15. И все. Он у меня... У меня такая память какая-то. Специфическая. Или как там, своеобразная. Я вот... Что-то мне нравится, я читаю один раз, И все, оно у меня остается в голове навечно. А если не нравится, я могу и сто раз, и двести прочитать. Как классно в снежку ходить. Хотя мы с вами шли в Таврический. Но мне захотелось с вами попрощаться, Потому что уже очень длинное видео, 20 минут. А потом следующее я уже начну снимать. Пойдем с вами в Таврический. Наверное, розочки или что это. Под снегом, не знаю. Очень красиво. Вот тут кусочек деревьев. И здесь сразу же так легко дышится. Вы просто не представляете. Уже у меня все ботинки в снегу. Как классно. Посмотрите, какая красота. Люди верили, что они победят. Все 900 дней блокады. Они делали все для того, Чтобы сохранить город Для будущих поколений. Вообще красота. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного дня. Все, сейчас в Таврик пойдем. Вон туда, через дорогу. Туда. Туда. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok